Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Сегодня Армения празднует День независимости. 21 сентября – Международный день мира. Главы МИД Армении и Арцаха встретились в Фериване. Эксклюзивные экспонаты армянского искусства будут выставлены на торги в Париже. Террористы морским путем перемещаются из-за гиба в Ливию. Ученые из 19 стран готовятся к годичной экспедиции в Арктику. Тканьяк Армения Вайн в числе лучших на международном конкурсе. В этом году отмечается 28-я годовщина со дня провозглашения независимости страны. На состоявшемся 21 сентября 1991 года референдуме народ Армении подавляющим большинством голосов проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства. Согласно принятому властями решению, основные праздничные мероприятия по случаю Дня независимости в этом году пройдут во втором по величине городе Армении Гюмри. Накануне ряд зарубежных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Циньпинь уже поздравили президента Армении Армена Саркисяна по случаю Дня независимости. Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот день Генеральная ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов, как на национальном, так и на международном уровне. Он предлагает всем странам и народам в этот день прекращать все военные действия, отмечать этот день проведением образовательных и общественных информационных акций по проблемам мира, а также использует празднование Международного дня мира для привлечения внимания к своей разносторонней работе, в поддержку мира и для того, чтобы побудить отдельных людей, группы и общины на всей планете к осмыслению проблем мира, обмену информацией и практическим опытом деятельности по его достижению. 20 сентября в Ереване состоялась встреча министров иностранных дел Республики Армении, Республики Арцах, Заграбана Цаканяна и Масиса Майляна. Об этом сообщает прислужба МИД Армении. В преддверии намеченной на 23 сентября встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, главы внешнеполитических ведомств двух армянских государств уточнили все позиции вокруг процесса мирного урегулирования карабахской проблемы и вопросов повестки дня, говорится в сообщении. Министр нация Конян подтвердила, что безопасность населения Арцаха и его статус – приоритеты Армении, подчеркнув, что с точки зрения обеспечения эффективности мирного процесса особое значение имеют решающий голос и вовлеченность Арцаха, как основной стороной конфликта. Французский коллекционер армянского происхождения Гийом Арал, который давно интересуется средневековым современным армянским искусством, проведет выставку-продажу в парижском аукционе «Доме Друо» 5-6 декабря, представляя коллекцию с рукописями раннего средневековья и изобретительным искусством. Как сообщает Армен Пресс, миниатюры в основном вырезаны из оригинальных рукописей более ста лет назад после долгого запустения появились в Париже. Среди сокровищ коллекции недавно обнаружены страницы рукописей Киликийского дворца XIV века, а также рукописная газета «Школы миниатюр» о ней в начале XIII века. Также будут выставлены эксклюзивные латы, четыре полотна кисти Айвазовского, четыре полотна Мартирауса Сарьяна, две картины Мина Сави Тисяна. Боевики сирийского ядлива пребывают в Ливии водным путем на кораблях. Об этом заявили корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малинов в ходе пресс-конференции. Видимо, они хотят оказать помощь правительству Триполи, в то же время они признаны международными террористами. Для них сейчас благоприятная почва, потому что в стране бардак, власти занимаются только дележом и имуществом. А люди бегут во всех направлениях, объяснили они. В Ливии в 2011 году начался политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время установилось двоевластие. Запад контролируется правительством национального согласия, которое создано при поддержке ООН и Европейского Союза. А Восток находится под контролем избранного парламента. Напомним, что Турция активно вмешивается во внутренние дела Ливии. И не случайно, что террористы из Идлиба, которых поддерживает Анкара, появились именно в Ливии. Ученые из 19 стран готовятся к годичной экспедиции в Арктику. Для изучения глобального изменения климата передает Reuters. Ледокол Пол Арстерн готовится отплыть из Тромсё в Северной Норвегии, что позволит сотням исследователей провести следующий год вблизи Северного полюса. «Мы хотим поехать в Арктику, потому что это эпицентр изменения климата», заявил Маркус Рекс, специалист по атмосфере из Института Альфреда Вегенера в Германии, который возглавляет проект. Недавно коньяк производства компании Armenia Wine удостоился серебряных медалей на авторитетном международном конкурсе International Wine and Spirit Competition. Наряду с известными мировыми брендами, произведенные компанией трех- и пятизвездочные коньяки получили 90 баллов, а семилетние – 93 балла. International Wine and Spirit Competition имеет 50-летнюю историю. В составе жюри конкурса входит более 400 специалистов из около 30 стран. Согласно шкале оценки конкурса удостоившейся серебряной медали, коньяк характеризуется как исключительно сбалансированный напиток со сложными оттенками вкуса и запаха, чем заметно отличается от конкурентов. Французский коньяк отдел компании Armenia Wine, Alivien, Шапт отмечает, что подобная оценка чрезвычайно радует, что одновременно и обязывает. Коньяк-лауреат еще не представлен на армянском рынке. Компания собирается вывести его на местные и международные рынки в начале будущего года. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Я разим Херкир Хайрени». «Я разим Херкир Хайрени» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!